Давайте, перед тем, как мы придем в тот день, мы уже говорили, что могло предшествовать этой реформации, которую делает Неемия. Как вы думаете, что предшествовало этой реформации? Наверно, как мы уже говорили, что народ, он с одной стороны не отличал право от лево на какой-то момент, и что их не интересовала еврейская составная идентичность религиозная, их не заставляло двигаться к Богу новые надежды на восстановление. Мы понимаем, что смогли донести Неемия эти реформы или нет, мы не видим, насколько они были повседневно или всеми приняты. Но что мы можем заметить, что эти реформы были внедрены посредством такого давления, посредством изменения. И мы можем найти эти начала реформ, связанные с 9-10 главой. Но все же, когда мы говорим в тот день, мы что-то подозреваем, когда пишется в тот день. Что означает в тот день? Интересно. В предыдущей главе пишется в 27 стихе. При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их приказываем прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного праздника. Это одна часть освящения Иерусалимской стены. Чем оно отличалось? Это, наверное, как у наших моряков отпускают что-нибудь на вод, нужно бутылку шампанского разбить. Как оно могло происходить? Дальше еще пишется, что священники и левиты очистились по обряду. Затем они по обряду очистили народ, ворота и стену Иерусалима. Праздник первых плодов. А, даже первых плодов каких-то. А кто знает, что такое праздник первых плодов? Шавуот, шавуот. Это особенное время. Это Омэр. Но Омэр, это все другие, это как бы отсчет с сорока дней. Первый снов это песок. Почему? Потому что Иисус это первый снов. Это третий день, на который Он воскрес. Это как бы, вот Он первенец из мертвых, и поэтому этот третий день называется первый снов. Смотрите, давайте так, возьмем другого. Я думаю, что возвращение Неемии в Иерусалим связано было, конечно же, с тем, что будет восстановлен город, потому что ему было не все равно. Но это была только физическая позиция восстановления. Я думаю, что и была предпринята попытка взять на себя отношения между Богом и Израилем. Потому что, как мы же зачитывали, что Бог говорит, я верну, если, я верну, и они будут. А начинается с раскаяния, покаяния, если народ очень сильно хочет. И вот возвращение обратно, как бы позволение, знаете, вот заставляло людей восстанавливать свои города, а сам храм не восстанавливался. Почему? Почему? Ну как, не сильно хотелось восстанавливать храм. Я верю, что за 70 лет обычность еврейского народа, как и сегодня в Советском Союзе, если вы помните, да, вот было, он еврей. А что-то значило? Ну, это не было даже отождествление с религиозным пониманием, да, вот. Но если вы сегодня говорите, он еврей, да, сразу вот такое синагога, да, вот такое понятие. Я думаю, что вот этот оборот такой, восстановление Иерусалима, как духовный центр возрождения отношения с Богом. Это было мое понимание, что Иерусалима имел это в виду. И Эзра это хотел, чтобы восстановился жертвенник, восстановился жертвой, самих храм был восстановлен, для того, чтобы поднять не только, Бог говорит так, свою этническую принадлежность к народу, этнос, да, еврейский, как этнос, но и религиозную посылку, потому что Бог говорил о том, чтобы они были светом этому народу, то есть как священниками, царями, вот такое положение. И сооружение храма и укрепление города, миссии через Эзру и Неемии создают предпосылки для принятия новых обязательств, новых обязательств по отношению Тора. И об этом говорит глава 13 и 12 об этой части, что вот фактически всю книгу делят Неемии на три положения. Сооружение стен и ворот Иерусалима, да, со второй головы начинается, да, такого. Деятельность Неемии для укрепления благосостояния иудеи, ее столицы, это 7 и 12 глава. И вот здесь последнее, это возвращение Неемии, как будто там читается в 13 главе, и восстановление, укрепление религиозной тенденции, интентичности еврейского народа. Вот это такая часть. И вот для меня лично возвращение и восстановление Иерусалима не только физически, он становится духовным центром восстановления иудейской составной. Сегодня то же самое. Почему Израилю было в современной истории? Важно взять Иерусалим. Почему до сих пор они говорят, это наша столица, это наш дом. И самая большая часть не потому, что это Иерусалим, а потому, что там был храм. И вот эта часть, это был храм, это была наша часть. Я верю, что это очень важная тема, для которой нужно говорить. Вот мы начинали с того, что отношение между людьми Неемия делает реформы, которые касаются, вот, наверное, отношения между Богом и человеком. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, твоим всем разумением, своей крепостью, своею». Первая заповедь, которую мы читаем. «Да не будет других богов, не будет идолов». «Чти субботние дни». Я верю, что вот это положение становится для переселенцев того времени основным фундаментом. Нам не должно казаться, что реформы, которые делает Неемия, особенно мы будем их смотреть, становятся такими жесткими и навязчивыми. Как будто иногда смотришь, что он перегибает палку. На самом деле, Неемия предоставляет евреям решить вопрос своей идентичности, то есть, кому они принадлежат. Неемия открывает путь, который дается ему властью. То есть, как опять еврейский народ, если вы замечали, если какой-то рэбе есть, то там почтение рэбе, такое уже аш-аш-аш-аш-аш-аш. Особенно, если цадик и так далее. Вот почтение. У Неемии ему дали статус. Ему Атарксеркс дает статус, который позволяет ему властвовать в пределах Иудеи. Этот статус называется Тиршафа. Тиршафа – это статус из еврейского народа. Это звание получает Неемия для того, чтобы помогать в восстановлении города Иерусалима. Примерно этот статус у него был 30 лет. Статус Тиршафа. Что такое Тиршафа? Тиршафа – это правитель. Пресидский тил области начальника. Или другое слово – сатрап. В Иерусалиме работал непосредственно Неемия около 12 лет. Находился. Безвыездно. Если вы увидите в 13 главе 6 стих, что как будто он возвращается обратно, и люди, чаще всего историки или же другие учителя, они склонны к тому, что он возвращается, то есть он уезжает на время из Иерусалима и потом возвращается. Как будто где-то 2 года он был в отсутствии. И вот за это отсутствие, как будто никто, обязательства, которые люди взяли на себя в 12 главе, 10 главе Неемии, как будто они не работают. И он говорит об этом, что нашел множество халатностей, неисполнение договоренности, и были упущены многие-многие вопросы строения всей страны, таких реформ, которые мы можем зачитать в 9 главе, 10 главе. Мы к этому придем. Просто я хочу вам такой небольшой рекурс. Можно сразу понимать, чтобы вы немножко поняли, что происходит. Малахия, которая является последним пророком, малым пророком, фактически помогает восстановлению еврейской идентичности в переселенцев уже в обратную сторону. Вот почитайте 2 главу Малахии, вы поймете, что там именно Малахий говорит об этой части, что он обличает в своей книге зло, против которого боролся правитель Иудеи, то есть Тершафа. Остается за время правителем от начала до конца, не учитывая его отъезд, примерно около 22 лет общей суммы его правления. Но храм во время восстановления Иерусалима, он не был в том великолепии, в котором мы понимаем, что он должен был быть. Одни люди плакали, другие радовались, что был восстановлен. И все-таки в восстановлении у второго храма не были все счастливы. Для восстановления. Не все были счастливы. Почему? Потому что им не хотелось возвращаться в религиозный устав и следовать заповедям, которые Господь давал. Такой влиятельной семьей, которая не хотела восстановлению храма, была семья Товия Аманетянина. Вы скажете, ведь он, написано, что он Аманетянин, да? Я хочу вас сразу разочаровать. Он был евреем? Товия был евреем. Мы найдем это в местах Писания, как Неемия 2 глава, 10 стих, 19 стих, там еще, в 7 главе, 4 главе, мы найдем эти, где говорится о том, что Товия, упоминается его имя, как Товия Аманетянин. Но я хочу говорить о том, что Товия был человеком, который был из очень влиятельной семьи. Мы видим, что фамилия Товия упоминается, как священников. Товиты, Товия были священниками. И вот фактически, мне это кажется, я просто не могу вам точно сказать, что Товия был в числе первых переселенцев на территорию бывшей Иудеи. И там он занял влиятельное положение. Возвращаясь обратно на территорию, где раньше евреи жили, они не могли устоять перед идолопоклонничеством или же даже многобожьего языческого влияния, которое было в то время уже на территории Израиля. Смотрите, мы имеем всего лишь 23 года нашей независимости. И представьте себе, что новое поколение уже не знает, что такое коммунизм. Поэтому мы, как кто-то еще помним, и мы в этот коммунизм возвращаться туда, откуда мы вырвались, не хотим. А вот для многих молодежи, которые там равенство, братство, не будет олигархов, не будет всех злодеев, которые там богатых, все мы будем равны, всем одинаковая медицина, всем одинаковое воспитание и так далее. Им кажется, это хорошая надежда, потому что у них там ничего нету. Им кажется, что вот это идеи такие же хорошие, правда? А мы, как те, кто уже прошли тот путь, который там безбожье, и, как бы сказать, такого давления, КГБ и железных занавесей, мы прошли. И мы говорим, лучше чуть-чуть хлеба, но свободно, чем вот так вот опять туда, где мы потом ничего не сможем сделать. Мы так общим-то говорим. А когда евреи возвращаются обратно, они не узнают свою страну. Многие, как бы, те, кто уехал там, например, ребенком, возвращаются уже, считайте, ему 80 лет обратно, и он говорит, когда мне было 10 лет, здесь же все было по-другому, такая была красота. А приезжая туда, говорит, а здесь идолопоклонничество, здесь влияние язычников. И помните, самаритяне, да? Они поклонялись своим богам, сжигали своих детей, и другие там вещи происходили. Вот Товия становится этим правителем. Причем влиятельная семья, это была, ну, как бы, не бедная семья. Они имели очень много своих земель, влияния со стороны, как и Иордана, вот со стороны западного Иордана, да, так и со стороны и восточного Иордана. Когда я был в Иордании, мы посетили место, где жил Товия, которое противостоял как раз вот Неемии. И влияние его было очень большое. Он сделал себе такой дворец, который вокруг этого дворца было озеро. Я не знаю, смогу ли я вам показать эти фотографии. Я попробую вам показать фотографии, там не получится. Я попробую все-таки сделать это. Там, где, да, в интернете ты видел? Не-не-не, именно вокруг здания было озеро. Сейчас оно сухо, там засыпано. Но оно там было, Бог говорит, так, напрямую. Так, если я смогу здесь найти. Нет, у меня здесь, это на фотоаппарате у меня. Жалко. Не смогу вам это показать. Но очень интересное место, как бы там как раз недалеко от Иордана. Ну, не знаю, там далеко, как бы, но в долине такой, где река была горная, там зелено все. И вот его влияние было очень сильно, как в семье. Он держал в сторону Моава. Весь Моав был под его, поэтому он, как бы сказать, говорили, он враг. Да, и ОМОН, который там и Иудею, и Самарию. Все он держал в своих руках. Он, как бы сказать, нередко, как бы так в то время, иудеи, которые возвращались, они брали жен из других, ну, как бы, племен. Вы должны понять, что это, как бы, племенные части было для того, чтобы развивать свое влияние, владычество. Наверное, и в семье Тови тоже происходили те же самые изменения. Когда обряды эти, ну, вот, религиозные обряды, братья жен, дочерей наземцев, перешли границу, где, можно было делать все, что угодно, особенно Эзра и Немия принимают меры, соответственно, закону Моисея. То есть, приняли эти, как бы, усиленные такие законы по закону Моисея. Они взяли местописание, что не может войти этот сыновья Моава или ОМОНа в семейство. Помните, почему? Потому что они не встретили. Я скажу, мой взгляд, можно сделать много, как бы, противовесие, ну, противовесие этому, почему вот они так делали, строгие, ну, заветы такие. Больше или меньше, как бы, перегнул ли, не имея палку или нет? Вот, ну, я думаю, что он не перегнул палку, да, он не перегнул палку, но он сделал более строгий взгляд. И я скажу так, что этот взгляд очень был серьезный. Мы можем посмотреть некоторые местописания. в разборе 13 главы. Смотрите. Если брать так по Товию, да, второй парапоминон, 17 глава, 8 стих. Это самые первые воспоминания о семье Товии, то есть священников. Когда-то были священники во времена царя Иософата, который жил 867 лет примерно до нашей эры. В каком году было первое переселение? В 500, а? В 520, да? Фактически там 300 лет. 300 лет – это очень много. Эта династия имела влияние во времена первого храма. Первый храм еще тогда стоял. И можно говорить прямо, что Товия, амманетянин, находился в позиции наследников, храмового служения, храмовых принадлежностей, священства. Но почему-то он не захотел, чтобы это восстанавливалось. Он хотел привилегии, но не хотел, чтобы, наверное, подчиняться Неемии. Его место, где он жил, называлось Вади Асир. И до сих пор называется Вади Асир, что означает «крепость раба». И там недалеко похоронен Товия. Это Товия, недалеко там, где стены, ну, как сказать, пещеры. И там нашли на еврите, или даже не еврите, а на арамейском, была надпись «Товия раб». Этот такой, мы понимаем, что это относится к этому амманетянину. То есть, Товия – амманетянский раб. Что это означает? Означает, что он был слугою и представителем царя на той стороне. И для него была проблема, что Неемия приехал на тех же условиях Таршифа, чтобы восстанавливать Иерусалим. И он этого не хотел. Мы можем встретить имена Товии в некоторых других страницах Писания. Например, Эзры, 2 глава, 60-й стих, и там Неемии, Захарии. И также упоминается эта династия в летописях Иосифа Флавия. Кто знает, кто такой Иосиф Флавий? Историк. Противостояние Товии восстановлению храма говорит нам о религиозном, даже языческом состоянии всего иудейского народа. Нежелание восстановления храма, держать его в запустении, говорит нам о том, что народ Божий, вернувшийся в землю Израилеву, не хотел отождествления. Он хотел быть просто народом, который живет среди всех остальных, делать то, что угодно. То есть мы говорим о том возвращении обратно до царей, о которых говорится, и каждый делал то, что ему казалось нормально в его глазах. Вы помните даже при судьях, что они поклонялись Богу и ко всему еще имели своих там божков. Кто у нас такие были? Кто у нас там разрушил? Гедеон, правильно, он разрушил. А что мама его сделала? Мама. Мама построила еще один. Да, вы не читаете что ли? Мама там, ну, там, там, там есть, что мама там как бы еще построила, потом при его победах и все остальное, она как бы хорошо эпибальники такого идола тоже построила. Да, тоже вспомнила, да. Вот, я думаю, что вот именно этот настрой противления толкнуло Неймю на очень радикальные перемены общества. Фактически нужно было радикально что-то сделать. Иудеи после восстановления стены и ворот Иерусалима были в безопасности. Находились в безопасности, потому что это очень важно. И вот мы приходим как раз к тому моменту, когда восстановили стены и сами ворота. Почему? Потому что чувствуя себя за, как бы, безопасно, можно было закрыться было, да, и ввести дальнейшие реформы. В тот день читала, читана была книга Моисеева, вслух народа, и найдено написано в ней, а монетяне и моветяне не могут войти в общество Божие вовек, потому что они не встретили сыновь Израиля хлебом и водою, и наняли против него Валаама, чтобы проклинать его. Но Бог наш обратил проклятие в благословение. Они начинают читать книгу Нейми, и вот, извините, книгу, которая мы видим здесь, упоминается с первого по второй стих. И я к себе лично задал вопрос. Вот, почему вот что-то значит в тот день? Ответ прямо здесь, в этих словах. Но почему в тот день? Мы говорили о том, чтобы восстановили стены Иерусалима, и надо было как бы осветить их, но освящение происходило не чтением, а молитвой. Понимаете, да? Чтение подвинуло евреев на особенные перемены, жесткие перемены. И вот здесь начинается самое интересное. В слове «тот день» нужно понимать день, в который читали отрывок Торы. Дни Шаббат. Дни Шаббат. В тот день означает чтение Торы. Вопрос, какой отрывок? Понимаете, да? А здесь показывает, какой отрывок. Да, очень-очень-очень интересно. Я почему-то вот подумал так, что фактически 13 глава для меня не являлась промежуточной позицией, а заключительной. То есть вывод был сделан именно вот в 13 главе, как бы сумма всех тех реформ, которые происходили в 9-10 главе. Вот мы понимаем, что отрывок Торы был завершающим отрывком в годичном цикле пятикнижья. Во второзаконе 21 главы и до конца главы Китэво читалось, они написали, что чуть ли не целый день. Чтобы понять, вот в тот день они должны были закончить цикл. Мы понимаем, что это происходило в Суккот. Да или нет? Праздник Суккот. Следующий день после Суккота мы называем его что? Симха Тора. Симха Тора. В этот день мы должны начать новое чтение Тора. Новое чтение Торы. А чтобы начать новое, нужно что? Закончить. И вот здесь, это лично мое, вот я просто говорю, мое исследование, мое понимание. То есть, когда говорится, в тот день нужно подозревать, не просто как бы освещение, они закончили работу, и надо освещать стены и так далее, а именно в тот день, когда читалось это Тора, и там говорится о проклятии и благословении. Обратил проклятие в благословение. Это отрывок Китово. Вот, это последний, да, вот, фактически, последний, да? Прочесть надо было до конца осенних праздников. Чтобы закончить год и все его проклятия. Это, мы говорим так, присказка многих раввинов. Я думаю, что это тянется именно со времен Неемии. Чтобы закончить год чтения Торы до конца, со всеми его благословениями, все его проклятия, и начать все заново. И есть как бы присказка одних, некоторых евреев, чтобы у нашего народа осталось только благословение в Новом году. Надо закончить. Поэтому написано, что они стояли, они слушали, они и плакали, потому что очень много вещей происходило в это чтение. Почему это так важно? Потому что мы можем вернуться к 8-10 главе Неемии. И сколько, мы можем посмотреть, хронологически, что происходило. События, которые формировали религиозные реформу. События это с 8-й по 10-й главе. Мы можем с вами говорить. Основывая события реформ, можем говорить, что реформы начинались на Росшишана. Основные реформы, которые говорится, это на Росшишана, когда весь народ собирался в Иерусалиме. Тогда и были обязательные чтения Тора. Сколько нужно было читать, чтобы услышать все, вот, всю Тору? Сколько нужно было читать? Сколько нужно было собираться людям? Предполагается, что только подойдя пройдя Росшишана о праздниках осенних, придя к празднику, мы тоже придем к нему, это у нас Дни Покаяния. День, который мы называем как? Йом-Кипур. В этот день, вот написано, что они плакали, они раскаивались, они слышали эти слова, и им было неприятно, что они не исполняли их, на праздник Йом-Кипур, и Йом-Кипур выпадал на дни. Давайте мы сейчас откроем эти места. там есть вот не имея 9 глава с 1 по 2 стих, какой-то 24-го Тешрея, да? Что вот, что-то за день? 24-го Тешрея. Ну, да, хорошо, спасибо. Может быть, 24-го сентября, как бы так, хорошо, это будет в микрофон, но именно там говорится о днях, вот, мы можем отсчитывая назад, мы поймем, что сами реформы начинались на Роша-Шана, покаяние было на Йом-Кипур. 24-го Тешрея, они заканчивали цикл Торы, и это означало такой, как праздник, как Шмини-Ацарет. Шмини-Ацарет, это 25-й день месяца, и с того момента начинается праздник Сим-Ха-Тора. Я знаю, что я вас запутал, там, вы почитайте просто. Что означает Шмини-Ацарет? Прекращение восьмого дня. То есть, прекратить нужно было, как бы, закончить его. В этот день прекращаются всевозможные работы. И вечером этого дня уже вот начинается Сим-Ха-Тора. Я думаю, что вот этот праздник, конкретно Сим-Ха-Тора, связан именно с Неемией и Эзрой. Если вы возьмете числа 29 глава, 39 стих, там написано «Праздники ваши». И в том же стихе написано «Праздники Господу». «Праздник Господу». «Праздник наш» и «Праздник Господу». Как бы две заповеди в одном дне. Для евреев нужно было раскаяться и потом, значит, праздновать радостно. А ну, я сейчас попробую почитать вам Эзрой, третья глава. Простите, что так прыгаю. Впрочем, многие из священников и левитов, главпоколений, старики, которые видели прежний храм при основании этого храма перед глазами и в глазах их плакали громко, но многие восклицали от радости громогласно. Другими словами, в один день делалось и то, и другое. плакали и рыдали. А в еврейской культуре, особенно у хасидов, в этот день в Шмине Ацарет нужно было раскаиваться и в то же время это был праздник Господа как радость. После молитвы, которая произносилась кедуш, а священники праздновали благословение времени, то есть есть молитва благословения времени, то есть новое начало. И поэтому Шмине Ацарет это как бы особенный день, который празднуют в Суке, то есть это в Хошалаше, пока последний день. После этого уже выход идет. не имея 8 глава 18 стих. Возьмите, кто-то у вас есть? там как раз вот восьмой день употребляется. Кто-то у вас есть микрофон? 18 стих, есть микрофон? у вас микрофон? Да, давайте зачитайте. Не имея 8, 18. Какая разница? Где 18? Современный перевод, где 18 глава? Вот стих. И читали из книги закона Божия каждый день от первого дня до последнего дня и праздновали праздник семь дней, а восьмой день праздничества по уставу. Семь дней, да, а потом идет по уставу. То есть то, что они зачитывали. По аналогии того Шаваота, то есть Шаваот, если мы знаем, это даяние Торы. Но в этот день они должны были прочитать весь закон и начать все заново. Фактически Китово, книгу Китово нужно было прочесть, чтобы закончить этот цикл и закончить год со всеми их проблемами. Надо сказать, чтобы оно осталось позади. Что мы делаем на Ём-Кипур? Мы раскаиваемся, берем наши камушки, да? Кто едет? Вы машете курицей, я ее варю. Да, вот эту курицу. Я камушки беру и иду к водоему, кидаю за собой, как Писание говорит, что я грех твой возьму, закину за шевра и не воспомяну вообще. Почему? Потому что я не знаю, куда он упал, откуда его взять. Я о нем не буду воспоминать. После прочитанного там написано, что руководители Неми и Эзра, они пообещали не родниться с окружающими народами, соблюдая святость субботы, не засеивать поля, седьмой год, да год шмиты. Слово шмита, как бы это тот год, который юбилейный. Об этом пишется во второзаконии 31 глава. Не угнетать бедных. И вот здесь Эзра и Неми наводят порядок в самом храме, в храмовое служение. Мы на этом закончим и возвращаемся сюда ровно в 8 часов. Хорошо? Хорошо? Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»